Пенсионная фонда России Абсолютно во всех сферах у нас внедряется и Пенсионный фонд не отстает, а я бы сказала в некоторых вопросах в качестве локомотива выступает, поэтому да, наши услуги сегодня доступны как у нас на сайте Пенсионного фонда в электронном виде, так и на едином портале Госуслуг. Вот, например, на портале Госуслуг их уже 30, а на сайте Пенсионного фонда есть уже 55 сервисов. То есть понимаем, да, что практически весь спектр наших услуг, он уже популярный, он уже охвачен, и это касается, в общем-то, достаточно большого круга наших клиентов. Есть ли у вас статистика, сколько жителей Багаданской области пользуются электронными ресурсами, а сколько предпочитают личный прием? Ну, к сожалению, не так много у нас. Наши получатели наших услуг подключились к электронным сервисам, и более двух третей пока или около того предпочитают все-таки личные контакты со специалистами. Хотя сомневаться в том, что удобная форма, дистанционная, не приходится, и, как мы сказали выше, она уже во многих сферах жизни присутствует. Все время говорю, мы же не боимся карту нашу, где у нас наши деньги находятся, расплачиваться в магазине ею. Буквально несколько лет назад народ предпочитал носить бумажные деньги в кошельке, а сегодня это уже вошло в норму. И также точно государственные услуги. Все очень просто и доступно, и ни в коем случае не надо сомневаться, а надо подключаться и идти в ногу со временем. Возможно, многих смущает, что нужно подтверждать учетную запись на портале госуслуг. Насколько это сложно, и все ли могут с этим справиться? Да, конечно же, чтобы получать в электронной форме услуги, необходимо быть зарегистрированным. Тут слов нет. Потому что любая услуга, которая справочной информации касается, она может быть предоставлена как угодно. Можно написать на сайт пенсионного фонда обращение, можно по телефону позвонить и ее получить. Ну, например, что? Например, сейчас была индексация с первого перерасчета пенсии работающим пенсионером. Будет, не будет, когда, там, размер, процедура, например, получения материнского капитала, расходование. Все это спокойно мы консультируем по телефону. Но бывают у людей вопросы, которые касаются их персональных данных. И вот, чтобы получить персональную информацию, конечно же, нужно быть зарегистрированным. Процедура несложная. Она, как для всех, одинаковая для получения любых других услуг. Она из трех этапов состоит. Наверняка сами регистрировались на эти, да? На первом этапе мы вносим фамилию, умеотчество, указываем номер телефона и электронную почту. После этого человек получает смс с кодовым словом, вводит его это кодовое слово и получает возможность внести уже персональные данные. Это номер лицевого счета в системе пенсионного фонда и данные своего паспорта. После этого начинается проверка. Потому что раз персональная информация, человека система должна идентифицировать. Федеральная миграционная служба и Пенсионный фонд Российской Федерации. Не так быстро, иногда это бывает, несколько часов занимает процедура, а иногда даже до нескольких дней. Но потом проверка завершается, человек получает уведомление о том, что все у него хорошо, он может уже пользоваться услугами. Но на этом этапе у него появляется личный кабинет зарегистрированный, но там он опять же не может получить еще все виды услуг. И тогда третий этап появляется. Нужно подтвердить личность. И уже после подтверждения личности вся персональная информация. Например, выписка с лицевого счета. Например, справка о размере пенсии, которую можно получить, заказать и тут же ее получить. Можно электронная трудовая книжка. Вот сегодня мы, да, работодатель сдает сведения, можно это дело контролировать. То есть любая информация, которая имеется в пенсионном фонде относительно этого человека, большинство правильнее, скажем так, он все-таки сможет получать дистанционно. И подтверждение учетной записи тоже все достаточно просто. Не представляет каких-то сложностей. Это можно сделать, например, через онлайн-банк. Есть, получаем, пользуемся, собственно говоря, подтвердили свою личность и уже тогда получаем услуги. Не получается или сомневаемся, можно обратиться к специалистам пенсионного фонда. Вот процедура регистрации и подтверждения учетной записи у нас сегодня занимает достаточно большой процент обращений людей к нам. И мы с удовольствием такую услугу оказываем. Ну, для примера, например, за последние два года около 4 тысяч человек прошли через наш удостоверяющий центр. В последнее время все чаще говорят о том, что нужно установить некое кодовое слово. О чем вообще идет речь? Ну, в том числе цифровизация, скажем так, относительная. Не всю информацию человек может получить на бумаге или, может быть, он и не очень понимает. Он получил, например, выписку с лицевого счета, зашел, заказал, но ее прочитать не все понятно. Какие-то там нюансы нужно будет уточнить со специалистом. Но это персональная информация. Позвонив по телефону, он не сможет уточнить, потому что мы должны будем понимать, что это вы нам звоните, а не ваш коллега, например, который сидит рядом, про вас чего-то там захотел разузнать. Вот введено такое, да, дополнительное, назовем сервисом тоже, кодовое слово, которое нашим специалистам позволяет идентифицировать человека по телефону. Звоним, называем, задают вопрос, конечно, специалист. Мы отвечаем на эти вопросы, фамилии, имя, отчество и так далее. И последняя точка при идентификации – это как раз секретное слово, которое человек зарегистрировал сам в своем личном кабинете. Либо при предыдущем обращении он это слово оставил в нашей системе. И наш специалист, вы мне его называете, я смотрю на экран, вижу, да, правильно. И дальше мы начинаем обсуждать вопросы, которые вас интересуют. Размер пенсии, размер доплаты, если станете пенсионером, например. Либо материнский капитал, там сумма перечисления, было заявление перечислить, например, на содержание ребенка в детском саду. Какая сумма ушла, все, что касается персональных данных и информации персонально относительно человека, может быть предоставлено по телефону при наличии зарегистрированного кодового слова. Какие электронные услуги ПФР наиболее востребованы у жителей Магданской области? Ну, спектр достаточно широкий, но при этом, конечно, есть редко, к которым обращаются люди, и которые популярны. Традиционно это заявление на назначение пенсии и заявление на изменение способа ее доставки. Ну, получал человек на почте, например, потом открыл счет в банке. Ему нужно, чтобы мы ему перечисляли не на почту, а в банк, предоставить нам реквизиты нового счета. Или был в одном банке, перешел в другой банк. Такая услуга, она, в общем-то, достаточно активно востребованная. Но были до последнего года прямо очень активно пользовались мамочки молодые, подавали заявление на установление права на материнский капитал, на выдачу сертификата. Но с этого года эта потребность отпала, потому что мы сейчас назначаем в проактивном режиме. Уже устанавливаем право на материнский капитал. Светлана Александровна, спасибо за беседу. А зрителям я напоминаю, это была программа «Разговор по существу». И мы беседовали с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Короненко. До свидания. Продолжение следует...